Дано уравнение. 2 катангенс квадрат х плюс дробь. Числитель 3, знаменатель синус х. Равняется нулю. А. Решите уравнение. Б. Найдите его корни, принадлежащие отрезку. От 16 пи включая до 18 пи включая. Для начала перепишем. Напишем формулу катангенса. Катангенс х равен отношению осинус х на синус х. Эту формулу нужно знать. Также напишем УДЗ. Так как у нас в знаменателе стоит синус, значит синус х не равен нулю. Преобразуем наше выражение. Получается 2 вместо катангенса мы пишем косинус х, деленное на синус х. Плюс 3, знаменатель синус х, равно нулю. Приведем к общему знаменателю. Для этого вторую дробь надо умножить на синус х. Получается 2 косинус квадрат х плюс 3 синус х. Знаменатель синус квадрат х равно нулю. Дробь равна нулю в том случае, если числитель равен, а знаменатель нет. То, что знаменатель не равен, мы уже написали в области определения. Тогда 2 косинус квадрат х плюс 3 синус х равняется нулю. Напишем основное тригометрическое тождество. Синус квадрат х плюс косинус квадрат х равняется единице. Эту формулу нужно знать. Выразим из этой формулы косинус квадрат х. Осинус квадрат х равняется единице минус синус квадрат х. Тогда наше уравнение приобретает следующий вид. 2 умножить на скобку. Единица минус синус квадрат х плюс 3 синус х. Раскроем скобки. Получается 2 минус 2 синус квадрат х плюс 3 синус х равняется нулю. Домножим наше уравнение на минус единицу. Тогда у нас получается 2 синус квадрат х минус 3 синус х минус 2 равняется 0. Сделаем замену переменной. Пусть t равняется синус х, тогда наше уравнение имеет следующий вид. 2t квадрат минус 3t минус 2 равняется 0. Решим наше квадратное уравнение через дискриминант. Итак, дискриминант равен b квадрат минус 4ac. Тогда в нашем случае получается 3 в квадрате плюс 4 умножить на 2 и умножить на 2. Посчитав, получаем 25 или 5 в квадрате. Тогда t1,2 равняется минус b плюс минус корень из дискриминанта деленное на 2а. Тогда в нашем случае получается 3 плюс минус корень из дискриминанта это 5, деленное на знаменатель 2 умножить на 2. t1, если идти по знаку плюс, у нас получается 2. t2, если идти по знаку минус, у нас получается минус 1 вторая. Сделаем обратную замену. Тогда синус х равняется 2 и синус х равняется минус 1 вторая. Синус равен 2 нам не подходит, так как синус лежит в интервалах от минус 1 до 1. Нарисуем числовую окружность и отметим на осью у синус равный минус 1 вторая. Синус равен минус 1 вторая в точках минус π на 6 и минус 5π на 6. Тогда корни нашего уравнения получаются х первая равняется минус π на 6 плюс 2πn. х вторая равняется минус 5π на 6 плюс 2πn. Оба этих решения идут в ответ. Сделаем отбор корней. х принадлежит промежутку от 16π до 18π. Тогда наш корень уравнения должен лежать в интервале. Рассмотрим первый случай. х равный минус π на 6 плюс 2πn. Тогда 16π меньше либо равно, чем минус π на 6 плюс 2πn. И меньше либо равно, чем 18π. Домножим наше двойное неравенство на множитель 6 деленное на π. Тогда у нас получается 16 умножить на 6 меньше либо равно, чем минус 1 плюс 6 умножить на 2n. Меньше либо равно, чем 18 умножить на 6. Прибавим к нашему двойному неравенству единицу. Тогда у нас получается 16 на 6 это будет 96 плюс 1. Меньше либо равно, чем 12n. Меньше либо равно. 18 умножить на 6 это будет 108 плюс 1. Тогда 97 меньше либо равно, чем 12n и меньше либо равно, чем 109. Разделим двойное неравенство на 12. Тогда у нас получается 97 деленное на 12 меньше либо равно n и меньше либо равно, чем 109 деленное на 12. Выделим целые части. Получается 8 целых 1 двенадцатая меньше либо равно, чем n и меньше либо равно, чем 9 целых 1 двенадцатая. Так как n может принимать только целые значения, то n равняется 9. Найдем получившийся корень. x равен минус π на 6 плюс 2πn. n равняется 9. Тогда x равняется минус π на 6 плюс 18π. Приведем к общему знаменателю. Домножим второе слагаемое на 6. Получается минус π плюс 108π. Знаменатель 6. Тогда x равняется 107π на 6. Разведем отбор корней со вторым уравнением. x равен минус 5π на 6 плюс 2πn. Наш корень должен лежать в интервале. Тогда 16π меньше либо равно, чем 5π на 6 плюс 2πn и меньше либо равно, чем 18π. Домножим наше двойное неравенство на 6 деленное на π. Тогда у нас получается 16 умножить на 6 меньше либо равно, чем минус 5 плюс 2π, умноженное на 6 и меньше либо равно, чем 18 умножить на 6. Прибавим к обоим частям 5. Получается 96 плюс 5 меньше либо равно, чем 12n и меньше либо равно, чем 108 плюс 5. Получается 101 меньше либо равно, чем 12n и меньше либо равно, чем 113. Разделим двойное неравенство на 12. Тогда у нас получается 101 двенадцатых меньше либо равно, чем n и меньше либо равно, чем 113 двенадцатых. Выдалим целую часть. Получается 8 целых 5 двенадцатых меньше либо равно, чем n и меньше либо равно, чем 9 целых 5 двенадцатых. Так как n у нас может принимать только целое значение, следовательно, n равняется 9. Найдем наш корень. x равняется минус 5π на 6 плюс 2πn, где n равняется 9. Тогда x равняется минус 5π на 6 плюс 18π. Домножим второе слагаемое на 6. Тогда у нас получается x равен минус 5π плюс 108, деленное на 6. Посчитав, получаем x равен 103π на 6. Запишем ответ. x первое равняется минус 5π на 6 плюс 2πn. x второе равняется минус 5π на 6 плюс 2πn. И корень, принадлежащий интервалу. x равное 107π на 6 и x равное 103π на 6. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.